Надо позволять ребенку делать все, кроме того, что опасно для его жизни. Отец сопровождает своих детей до ухода детей из жизни. Вот вы там имеете детские травмы, поэтому у вас так все идет кувырком по жизни. Родителям тоже надо быть творческим. Друзья мои, добрый день. Сегодня у нас долгожданное интервью с человеком-легендой Анатолием Александровичем Некрасовым. Анатолий Александрович, добрый день. Добрый день, Геннадий. Я очень рада вас видеть. Автор бестселлера «Материнская любовь». И только что я узнала, что «Материнская любовь» переводится на казахский язык. Да, да. Это отличная новость, потому что очень многие женщины у нас в Казахстане, кто не может прочесть на русском языке, получат ту ценную информацию, которую вы передали нам еще в далеком 2004 году. Я надеюсь, что они не только прочитают, но будут так жить. Анатолий Александрович, я бы хотела, чтобы темой нашего сегодняшнего интервью стали «Отцы и дети. Взаимоотношения родителей и детей». И вот в одном из интервью вы сказали, что родители и дети – партнеры, да? Но любые партнерские взаимоотношения начинаются с договоренностей. И вот как правильно вообще договориться? Тема «Родители и дети» – это вечная тема. И здесь будут вопросы всегда. Почему она вечная? Потому что соединение двух поколений. Приходит новое поколение с новым взглядом на жизнь, а родители отягощены всем своим прошлым. И вот эта нестыковка, она вызывает огромное количество проблем. И поэтому это будет всегда, тем более сейчас. Потому что сейчас дети приходят не только новое поколение, сейчас дети приходят, как я говорю, новой цивилизацией. То есть у них совершенно другие представления о жизни. Они глубже знают себя, жизнь, глубже родителей. И родителям приходится догонять. Поэтому я приветствую эту тему «Родители и дети» и готов на ней поговорить глубоко. Тем более очень много там вопросов. И, пожалуй, самый первый вопрос, который нужно рассмотреть во взаимоотношении родителей и детей – это умение договариваться, умение общаться с детьми. Причем это умение общаться с детьми в сути имеет каждый человек, каждый родитель несет. Когда он становится родителем, то есть в момент зачатия, беременности, и отец и мать уже перестраиваются. У них открываются новые способности взаимоотношения с детьми. Это, по сути, отец и мать отличаются от мужчины и женщины тем, что они умеют общаться с детьми. Это заложено природой. Эти языки общения нужно открыть, нужно этим заниматься. Нужно слышать детей еще на подходе, еще во время беременности. Уже можно общаться с ребенком. Многие матери практикуют это. Отцы реже, но тоже практикуют. Я, например, в своей жизни прошел с детьми такой опыт, и особенно с дочерью, которой сейчас 6 лет, это действительно уникальный процесс общения. Поэтому научиться общаться, слышать детей и общаться с ними, это первое условие дальнейших гармоничных отношений с детьми. К сожалению, не у всех родителей получается строить идеальные отношения с детьми. Чаще всего это напряженные отношения. То есть еще непонятно, кто кому должен, почему вроде бы, казалось бы, любящие друг друга люди не могут выстроить отношения. То есть если ты не можешь выстроить отношения в семье, то наверняка сложно будет и в социуме. Знаете, есть поговорка такая. С детьми нужно учиться общаться тогда, когда они лежат поперек лавки. Не повдоль, то есть когда уже большие, а когда еще поперек, когда они маленькие. Но это такой условно-символический образ, но он говорит о многом. То есть с детьми надо учиться общаться еще тогда, когда он еще в животе у матери. Уже тогда нужно выстраивать отношения с ним. Это и та атмосфера, в которой он находится. Он растет в утробе, развивается плод. У него должна быть комфортная атмосфера. Это уже убирает те проблемы, которые могут проявиться в будущем. Что значит комфортные отношения? Это любовь и уважение родителей друг к другу. Это первые условия. Часто женщины имеют токсикоз во время беременности. Вы знаете, довольно распространенное явление. Но токсикоз – это ребенок говорит, это его речь. Он говорит о том, что ему не нравится та атмосфера, в которой он развивается. Значит, что-то в отношениях между родителями или родители с окружающими людьми, с родственниками. То есть какое-то напряжение. И он токсикозом, по-другому не может сказать, токсикозом он выражает вот это вот свое нежелание находиться в такой атмосфере. Поэтому слышать ребенка надо начинать оттуда. И когда вы создаете комфортную ему атмосферу, учитываете его состояние внутри, то дальше он выходит уже старт его гармоничный. И все последующие шаги, если вы будете дальше его также слышать, понимать, чувствовать, то дальше этих напряжений не будет. То есть начинать надо оттуда, с беременности. Анатолий Александрович, любая семья начинается с любви? Нет. Нет? Ну, чаще всего там пара встречается, мужчина с женщиной, молодые встречаются, влюбляются друг в друга. Ну, большая часть, большая часть с любви. Да, происходит зачатие ребенка. Но чаще всего тоже, да, через год уже любви нет. Ребенок приходит в семью, где уже ссоры, конфликты, да, развод и прочее. Как этого избежать? Почему люди перестают любить друг друга? Дело в том, что вот здесь как раз и проблема. Соединяются только на любви. А этого мало. Для создания семьи любви одной мало. Любить вообще надо всех. Это есть в каждом человеке, любить всех. Если ты хочешь построить семью с кем-то, ты посмотри, вы смотрите в одну сторону с ним. Вы идете с ним в одну сторону, а вы идете с одной скоростью. Вот если это все учесть, то даже можно соединиться без любви, но идя, смотря в одну сторону, идя в одну сторону и с одной скоростью, вы обязательно придете к любви. А вот если только на любви, но смотрите в разные стороны, то не получится семье. А это противоречие же как раз многих сближает. Ну, условно, он спортсмен, она, там, не знаю, журналист, да, они занимаются разными вещами. И вроде бы, казалось бы, вот разных два мира, они встречаются и возникает какой-то интерес. Вы знаете, не обязательно женщине быть спортсменкой, чтобы идти с ним в одну сторону. Нужно разделять ее взгляды, надо уважать и ценить его как мужчину и так далее. То есть пусть он занимается спортом, а она будет заниматься совершенно другим. Дело не в занятии. А что значит любить тогда? Сакральный вопрос. Дело в том, что многие действительно даже не знают, что такое любовь. И поэтому каждый понимает по-своему. И вот они встречаются, один любит так, другой так, а вместе не получается расхождение. Он, например, любит, чтобы его ублажали, за ним ухаживали, за ним узаботились. Это он воспринимает как любовь. А для другого наоборот. Это ему не важно. А важно, чтобы она восхищалась им, она восхищалась его творчеством, чувствовала в нем какой-то глубокий потенциал. Понимаете? И вот это разное понимание любви, оно приводит к тому, что они со временем теряют это чувство. Может, нужно задать вопрос в самом начале? Что для тебя значит тебя любить? Есть даже книга «Пять проявлений любви», «Пять языков любви». Это ваша книга? Нет, это не моя книга, но это мировой бестселлер. «Пять языков любви». То есть кому-то нравится тактильность, кому-то нравятся слова, кому-то нравятся подарки и так далее. То есть разные языки. Поэтому действительно нужно понимать, понимать язык друг друга любви, уважать его и на этом языке разговаривать с ним. Раз он этот язык любит, ценит, надо его и проявлять. А то можно о нем заботиться, заботиться, а это ему совершенно не нужно. Понимаете? И она говорит, я его так любила, любила, он взял и ушел. А потому что она любила по-своему, а ему нужно было другое. Вот на этом расхождении. Поэтому я говорю, смотреть в одну сторону, идти с одной скоростью, вот это все и говорит о том, что нужно понимать друг друга. В одном из интервью вы сказали, что детей в жизнь приводят отцы. А мы, женщины, все это время думаем, что все зависит от нас. Родится ребенок или нет, да? То есть мы выбираем себе будущего спутника. Получается, не мы решаем. Вы задали глубочайший и сакральный вопрос. На протяжении всех тысячелетий, вот предыдущей всей истории, считалось, что отец все-таки в переходе детей, он занимает не основную роль. Все-таки основное, и это на виду. Женщина вынашивает, мучается, страдает. Роды, вскармливание. То есть она вкладывает. А отец, ну, простая акция биологическая. Ничего подобного. В природе все очень гармонично. И если есть святое материнство, то как же может родиться ангел без святого отцовства? И что, святое отцовство заключается только вот в эти несколько минут полового акта? Нет, конечно. В природе заложено, что отец является мостиком. Он приводит души детей. Через него идут души детей. И не только девочки, и мальчики тоже. То есть все идут через отца. И потом отец встречается с матерью, души детей, вот как ангелы сопровождают отцов, идут по жизни с ним, помогают ему выстраивать и помогают найти мать. Они вместе с отцом подбирают мать. И потом уже начинается вот тот акт, где женщина включается в полную силу. Таким образом, они на равных в приходе детей. Анатолий Александрович, ну, вы знаете статистику развода в Казахстане и в России. Она очень высокая. К сожалению, ну, бывает такое, что мужчина исчезает из жизни семьи, да, скажем. Ребенок может годами не видеть своих детей. И у детей возникают вопросы. Ну, и затем они ходят там к психотерапевтам. Как восполнить этот пробел, чтобы ребенок, ну, не ощутил эту потерю? Здесь очень простой есть ответ. Нет. Нужно знать, что отец, независимо от того, где он находится, рядом ли в семье, или в другой семье, или даже на том свете, он продолжает сопровождать своих детей энергетически. Вот как он привел, он мостиком является. То есть что ребенку сказать, что отец жив, здоров, все нормально, что он есть? Да. Вот нужно... Здесь единственное вот это сопровождение может закрыть только ребенок, отрицая отца, обижаясь на него, проявляя претензии, ненависть даже, понимаете? Вот тогда он закрывает. То есть не дать ребенку закрыть дорогу к отцу. И тогда от отца энергии будут поступать всегда, всегда. Отец сопровождает своих детей до ухода детей из жизни. Вот такой момент. Вот я специально создал видеокнигу, так и называется, «Новая правда об отцах». Я бы ее посоветовал посмотреть всем родителям, и отцам, и матерям, потому что и детям тогда бы по-другому стали относиться и к отцам, и, естественно, жизнь бы изменилась. Потому что много как раз проблем возникает у детей, потому что они неправильно относятся к отцам и к матерям. Ну, то есть вот это. А это там все раскрывается и все объясняется. Сейчас стало модно прорабатывать свои детские травмы у психологов, да, и списывать какие-то неудачи во взрослой жизни, и говорить, что вот когда-то отец мне сказал вот так, и вот я теперь в 40 лет не могу там добиться чего-то в жизни. Мне кажется, что это не совсем честно по отношению к родителям, да. Все-таки ты взрослый человек, если у тебя что-то не получается, решай свои вопросы. Не надо там говорить о том, что когда-то там бабушка сделала вот так, дедушка сказал вот это, а мама там сделала вот это. Вы правы. Действительно, очень часто уже взрослые дети сваливают ответственность за себя на родителей. И психологи им помогают в этом. Вот вы там имеете детские травмы, поэтому у вас так все идет кувырком по жизни. Друзья мои, это продолжение потребительства. В детстве дети потребляли родителей, ну, родители старались, что могли, то дали. Как могли, так жили. Что вы еще от них хотите? Нет, они еще должны мне обеспечить мое будущее и решить все мои проблемы, всю мою лень, всю мою ложь, которую я проявляю в своей жизни, чтобы моя жизнь была счастливой. Обеспечьте меня счастьем. Это, конечно, неверная постановка. И я против такого подхода. Я считаю, что начиная с взрослого состояния, с 18 лет, ну, вот это момент взросления, ну, у кого-то плюс-минус, ребенок должен брать ответственность за свою жизнь полностью на себя. Полностью на себя. И, мало того, у него появляется ответственность перед родителями. То есть не только за себя. Он взрослеет. Он становится взрослым. Поэтому у него еще есть ответственность и за родителей. У нас у казахов в культуре все-таки как-то, наверное, заботится о своих детях, даже когда им там по 40, по 50 лет. Моему дедушке 84 года, он все время переживает за всех своих детей, за всех своих внуков, правнуков. Он все время привозит нам мясо. Он переживает, что мы едим. То есть я Аташке всегда говорю, Аташка, ну, наслаждайтесь всю жизнь. Нет, вот он, ну, то есть это в нашем ДНК. А вот если правильно, да, подходить со стороны психологии, до какого вообще периода нужно вести своего ребенка? Ну, то, что там привез продукты, это по сравнению с тем, что происходит в мире, когда покупают дома, машины, подталкивают в институты, оплачивают все его счета, кредиты и так далее. Это, как пример, одна женщина залезла в большие кредиты, сын захотел БМВ, студент, купила, и он через месяц разбился на ней. Понимаете, теперь она будет выплачивать еще весь кредит и все время помнить о том, что она это сделала. Понимаете, то есть... Переизбыток, да? Да. Поэтому есть, конечно, определенные этапы жизни, когда, как я сказал, когда ребенок заканчивает обучение. Вот на время обучения и то... Какое обучение? Школьное или в университете? В университете тоже. Но уже в университете, если это мальчик, то он должен уже начинать трудиться, начинать зарабатывать деньги. Жить отдельно или с родителями? И, опять же, мальчик обязательно должен жить отдельно, начиная с определенного возраста. Ну, пока студент, если вуз здесь, но это еще допустимо, допустимо. Но в какой-то момент, особенно после окончания обучения, обязательно должен жить отдельно мальчик. С девушкой другая ситуация. Девушку нельзя выталкивать, иначе она включится и начнет зарабатывать сама. Она станет не женщиной, а лошадью. И, в конце концов, остановится только лет в 35, когда поймет, что у всех подруг уже там семьи и дети, а она все занималась карьерой. То есть там новые проблемы возникают. Поэтому девушкой с дочерью нужно помягче. Ее надо поддерживать финансово, ее помогать, пока она не выйдет замуж. Скажут, так она долго не будет выйдет замуж. А это ваша проблема, родители. Значит, вы ее так воспитали, что ее никто или не берет, или она не хочет замуж. Поэтому с дочерьми вот так. А с сыновьями немедленно, как только закончил обучение, все. То есть это такая инициация, да? Это инициация, обязательно. Тогда все... Чем быстрее ты, скажем, его вытолкнешь из дома, тем быстрее он станет человеком, ну, скажем, возьмет ответственность за свою жизнь. Вот я знаком с нашим миллиардером Рыбаковым. И вот они как раз на моих книгах вот это все прошли, воспитали детей, у них четверо детей. И они своим детям сказали, к этим миллиардам вы отношения не имеете. Они им обеспечивают только тот минимум, который необходим. И все. Они не проявляют себя, как дети миллиардера. А все остальное вы зарабатываете сами. И это очень правильно. У нас у казахов говорят, то есть мальчика может испортить переизбыток, ну, то есть, наверное, перебалуешь, когда своего сына. А девочку, наоборот, нехватка чего-либо. У каждого народа много мудрости для того, чтобы воспитать гармоничного человека. И эти слова, я под этими словами подписываюсь. Я думаю, подпишется человек из любой, из любого нации. Действительно, мальчиков ни в коем случае нельзя баловать. Их нужно с детства, причем с самого малого детства, учить трудиться. Учить трудиться. Это обязательное условие. Потому что одним из условий зрелости мужчины является умение трудиться. И это умение нужно закладывать с детства. А не то, что вот закончится студ, тогда научится. Он еще наработается, да? Слышали, наверное, такое выражение. Нет. Это должны быть навыки. Он должен приобретать с самого детства. Самые малые. Уборка, там, мыть посуды, там, прочее. По дому, хозяйство. Все на нем должно быть. Это для мальчика. А вот девочек – все наоборот. Девочек надо баловать. Чтобы она росла принцессой. Чтобы она… Не бойтесь ее избаловать. Это ее главное, ее достоинство. Это состояние ее, ее радости, ее красоты, ее уважения и любви к себе. Такая девушка, вырастая, она будет притягивать себе мужчин. Она будет любима мужчинами. И мужчина все сделает, чтобы она была в таком радостном состоянии и дальше. Это и нужно. Потому что от женщины важно состояние. А не то, чтобы она много работала. А как не отбить у ребенка его креативность, его креативное начало? Потому что если брать малышей, в детстве мы все что-то лепим, кто-то поет, кто-то рисует, кто-то танцует. Но потом ребенок идет в общество, во взрослую жизнь, в школу. Там начинают где-то буллинг, где-то какие-то ограничения. Рамки – не сиди, не красься, не отращивай волосы, не подстригайся. То есть очень много рамок. Потом человек вырастает, идет в университет. В университете опять какие-то рамки накладываются. Потом ты идешь на работу, опять рамки. И весь твой креатив обложен такими рамками, что ты уже боишься вообще лишний раз что-либо сказать, что-либо сделать. Но вот не хочется это терять. Как вырастить ребенка и оставить его в этом творческом состоянии? Ну, классический ответ – родителям тоже надо быть творческими. Конечно, то есть родителям надо выходить за пределы, за рамки постоянно. Но начну я с другого. Нужно знать, родителям нужно знать, что каждый ребенок, приходящий в жизнь, в том числе они сами, они пришли с десятками, обратите внимание, с десятками талантов. Каждый ребенок приходит с десятками талантов. И где эти таланты? Часть талантов закрывается во время беременности. Потому что во время беременности может не быть той атмосферы, в которой ребенок раскрывается гармоничь. Он зажат уже там. Ограничение уже там. Беременную женщину ограничивают. Ограничивают врачи. То не ешь, то не ходи, то на сохранение и прочее. То есть много всякого в семье. Мужчина не понимает ценности вот этого периода и к жене неправильно относится. Родственники не совсем, бывает, относятся. То есть уже создают. И ребенок уже там скукоживается. Понимаете? Это часть. Часть талантов погибает во время вот этого, на первых лет воспитания. Ведь, например, вот у нас в России, я помню, было даже, как бы, врачи обучали. Нужно запеленывать очень туго, чтобы ножки были прямые. Это не от этого ноги прямые или кривые. Но вот эта зажатость, это тоже закрытие таланта в том числе. Это все ограничение. Дальше больше. Не ходи, не ешь, не гуляй. С этим нельзя. Как ты, как ты относишься к родителям? Почему ты эту чужую тетю, которая в гости пришла, ты любишь сильнее, чем нас? Мы же родители. То есть, понимаете, все накладывает разные ограничения на ребенка. И его таланты, таланты закрываются. А как это вот не закрыть? Надо позволять ребенку делать все, кроме того, что опасно для его жизни. Все. Все пробовать. Все творить. А на обоях рисует, пусть рисует. Ну, сказать так. То есть, давать свободу, да? Да. Максимально представлять свободу. Ничего. Легче снова там новый слой обоев наклеить. Но зато ребенок что-то в этом найдет. То, что есть, например, искусство рисования на обоях. И так далее. То есть, ему позволяет все. Я очень глубоко это прожил вот со своей младшей дочерью. Я выполняю все ее желания. Все ее желания. Очень тонкие желания. Я отличаю просто прихоть от действительно глубинного желания. Ну, к примеру, она вот за пять дней до дня рождения говорит, я хочу отметить день рождения в Индии. Совершенно необычно. Мы об Индии не говорили. То есть, это не есть предмет постоянного нашего разговора. То есть, совершенно. Откуда ребенок взял? Я понял, что здесь что-то не то. И мы поехали. Мы сделали за пять дней все. Сделали ей визу и нашли там последние билеты и прочее. Все попали туда, куда нужно. И она там прожила очень важный этап своей жизни. О которой бы потом в жизни ей мог аукнуться. Понимаете? Поэтому нужно детей слышать и позволять им все. И у нее открывается. Вот вчера мне звонит. Они сейчас у меня находятся в Геленджике. Жена звонит. Говорит, подружка дочери сказала, что они с мамой едут на конкурс красоты. Там в Геленджике проводится конкурс красоты. Я считаю, что незнакомые родители не поедут. Я говорю, пусть едет. Обязательно пусть едет. И она съездила. Она такая довольна. Она тебе потом звонит. Пап, благодарю. Я там столько увидел. Столько. Понимаете? То есть нужно следовать желаниям дочери в первую очередь. Андрей Александрович, вашей дочери Ангелине 6 лет. И это ваш седьмой ребенок. Вы сейчас следуете всем ее желаниям. Но в своей книге «Материнская любовь» вы говорите, нельзя слишком любить своих детей. Что переизбыток любви как раз плохо скажется на нем. Одно другому не противоречит. Предоставление свободы и избыток любви – это разные вещи. Но вот вы говорите, я следую всем ее желаниям. Это не баловство? Всем тем, которые не являются какой-то прихотью, каким-то капризом. Это я отличаю. Капризничать. Покапризничать, потом, когда успокоишься, придешь, поговорим. Я готов выполнить какое-то твое желание, но оно должно идти не из капризы. То есть это момент воспитания. И она знает, что я исполняю ее желания. Но желания глубокие, хорошие, которые помогают ей в чем-то развиваться. Которые принесут пользу, да? Которые принесут пользу. Конечно, я в свои 70 лет помудрел. И уже могу по-другому относиться. То есть я как отец созрел, наверное, после 60 по-настоящему. Хотя каждый ребенок – это момент. Ну да, но с возрастом все равно по-другому относишься, да? То есть, но я, другие скажут, ну, конечно, я к 70 годам тоже, может быть, созрел. Друзья мои, но я это все описываю, я об этом все говорю. Зачем вам проходить эти 70 лет? Вы, наверное, начните это делать в своем возрасте. Сейчас, здесь и сейчас. Потому что есть опыт. Мой опыт на протяжении этих лет с каждым ребенком я проходил эти университеты. И я могу поделиться. Сейчас есть возможность учиться. И применяйте в жизни. Анатолий Александрович, вы сказали, что 80% детей, ушедших из жизни преждевременно, ушли по причине избыточной любви. Это на самом деле страшно, да? То есть цифра огромная, 80%. А как понять, где границы, да, любви и чтобы не перейти эту границу? На самом деле все просто. Если честно посмотреть на свою жизнь, каждая мать увидит эту границу легко. Каким образом? Например, кто в доме пользуется ее наибольшим вниманием и кто для нее наибольшая ценность? Но чаще всего не она сама. Это уже показатель. Чаще всего не мать сама в семье ценность номер один. Правда же? Как правило, это дети или муж? Как правило, дети. Муж, если честно посмотрит, тоже не первая позиция. Дети всегда ценнее. Это 90% населения подтвердят, если они будут честны. И это легко заметить. Как ты относишься, как ты переживаешь за него, за детей, за себя. Да я ладно, я потом, ну и так далее. То есть все легко видно. Дети никогда не должны быть на первом месте. Никогда. Все то, что на первом месте не соответствует природному явлению, то убирается из жизни. Понимаете? Убирается. Это природа убирает то, что неправильно растет. Даже в животном мире. В животном мире четко все по инстинктам заложено в животных. В определенный момент мать обязательно своего детеныша оттолкнет, отбросит. То, что знает дальше, не знает, но заложено в инстинкте, что из него толку не будет, если она его будет до какого-то времени. Она бьет его копытом, она ему бодает, но чтобы он больше не подходил, чтобы он рос самостоятельно. У животных это есть. У человека есть голова, которая может все перевернуть. Так вот здесь и ответ. Поэтому, задавая такой вопрос, милая женщина, задайте его себе. Вы просто честны ли в этом вопросе? Посмотрите на свою жизнь. В ней все белыми нитками шит. Мы своих детей любим больше, чем своих родителей. И здесь возникает вопрос, а что мы должны родителям? Как мы должны их любить? Динара, к сожалению, встречаются ситуации, когда родители любят даже больше, чем детей. Это вообще беда. А мне кажется, что вот смотрите, родители меня родили, отдали мне свою любовь, я отдаю свою любовь. То есть это такая, ну как бы, правильная такая цикличность, да? Правильная. Потому что ребенок это всегда стрела. Да. Так вот некоторые родители, то есть смотрят назад, и родители любят сильнее. Я с этим сейчас, это беда. И эта беда довольно распространенная, просто люди не задумываются. А почему беда? Потому что в этом случае человек живет не своей жизнью. Он живет мыслями, идеями, наставлениями, планами своих родителей. Например, я знаю, когда женщина прожила, вот у меня была на консультации, ей уже 50 лет. И вдруг, когда мы с ней беседовали, она вдруг поняла, что она по жизни выполнила все обязательства, все желания, которые хотела реализовать мать. Она вдруг с ужасом увидела, что вот мать хотела то, мать хотела то, мать хотела то. И она все это сделала, говорит. И вот сейчас, я, говорит, выполнила, оказывается, последнюю ее просьбу, что она хотела. А мать ушла уже из жизни. И говорит, я не знаю, что делать дальше. Потому что планы матери закончились, потому что мать ушла из жизни. И она осталась в тупике. Она всю жизнь шла по пути... И жила с матерью, да? Нет, жила отдельно от нее, но бывает, что и живет вместе. Но это жила отдельно, но выполняла все то, что хотела мать. А как правильно выстраивать отношения, да, кто кому должен? То есть как вот у нас, потому что, например, в нашей культуре родители живут с младшим сыном, да? То есть и если это адекватные, хорошие, умные, мудрые родители, они не мешают, да, жить своим детям. Они, наоборот, поддерживают, помогают своей мудростью. А есть родители, которые, наоборот, как навесят все свои обязательства, капризы, да? И там просто сын надрывается то ли со своей семьей, то ли с родителями, да? Вы знаете, вот я знаю эту традицию в казахском народе. И это не только у казахов есть. И это, к сожалению, на мой взгляд, это к сожалению, эта традиция испортила жизнь очень многим людям. Потому что младшим сыновьям, как правило, достается очень трудная судьба. И вот если вы внимательно понаблюдаете среди своих знакомых, друзей, близких, вы увидите, что младший сын, который вот живет с родителями, он или трудно построил семью, или у него трудности в семье, у него трудности в собственной реализации, найти свое предназначение и реализовать его. То есть он все-таки, несмотря на то, что родители классные и там прочее, они вроде бы не мешают, но он находится под этим пространством, и он все равно ограничен. Этого пусть понаблюдают и сделают выводы. Эту традицию надо убирать. Родители должны жить под вниманием, с уважением. Может быть рядом, да? Рядом, но обязательно своей жизнью. И вот здесь помощь детей, родителям заключается в том, чтобы родители между собой были счастливы. Не в отношении к ним, к детям, не в проявлении любви к ним. То, что некоторые дети внучат им отправить, там прочее, то есть просто продолжают их, опять же, эксплуатировать родители. Нет, нужно делать все, чтобы родители любили друг друга, уважали друг друга, жили друг для друга, и все это обеспечивать. Вместе, чтобы они путешествовали, вместе отдыхали. Какие-то курорты, санатории. То есть все делать для того, чтобы они все время были вместе. Вот это главная задача детей, чтобы родители были вместе, чтобы они жили друг для друга, друг для друга, не для детей. А то они у одних детей берут, которые могут дать, и отдают тем, кто не может дать, тем самым мешая развиваться младшим. То есть вот они друг для друга. И еще важная задача детей в помощи родителям, чтобы родители были современные. Чтобы они понимали современную жизнь. Они чтобы участвовали, довольно были активны в этой жизни. Чтобы они везде ездили, смотрели. У меня родители, знаете, Анатолий Александрович, у меня день рождения, у меня за столом, и мой дедушка сидит, и мои родители, и мои дети, и мои друзья. Вот у меня вот так вот все. И вот моей маме 60 лет, она в этом году исполняется. И она сейчас занимается там одной косметикой корейской. И у нее там очень крутые успехи. И я просто вижу, как она вот в 60 лет у нее просто заново загорелись глаза. И у нее команда, у нее нетворкинг, у нее подруги. И я вижу просто даже, как папа ей помогает, потому что он видит, что жена счастлива. И очень важный момент, Динара, прошу, посмотри, чтобы она на этом фоне своего роста не отодвинула мужа на второе место. Нет, там папа у нас всегда главный. Нет, но будьте внимательны. Хорошо. Потому что женщины увлекаются. Мам, будьте внимательны. Женщины увлекаются. И особенно, когда вот так все творчество идет. Она всю жизнь работала на тех работах, которые не очень нравились, возможно. А здесь творчество. И как понесло ее. И где там муж, где там... В общем, наша задача детей, чтобы у папы с мамой все было хорошо. Это первая задача. И вторая задача, чтобы они были современными. Антон Александрович, Вы сегодня несколько раз сказали о том, что часто дети продолжают потребительски относиться к своим родителям. Чем это грозит? Потребительство детей вообще не имеет предела. Какие только изощренные способы потребительства. Я не насмотрелся за все это время, за 30 лет своего практической деятельности. Потребляет все. Но в первую очередь деньги. В первую очередь деньги. И вот здесь вот родителям четко нужно понимать. Сыну после его выхода в самостоятельную жизнь, потому что вот окончил обучение, ни копейки, ни копейки. Иначе Вы мужчину не воспитаете по-настоящему. Иначе он полноценно не реализуется. Ни копейки. То есть должен быть голод такой, да? Денежный. Да, он должен сам все создать. Свадьба. О, там, я знаю, что такое казахская свадьба. 300-500 человек. Да. Так вот. И как же не помочь? Да, родители могут помочь. Но минимум деньгами. Там не говорится о помочь. Там обычно родители сами это делают. Да, так вот, у родителей это обязанность. Они собирают, они издалека там собирают все эти средства на свадьбу. Нет, уважаемые. Милые мужчины, ты берешь женщину, жены, пожалуйста, все организуй сам. Поэтому, когда, вот мы говорили о воспитании мальчиков, когда он умеет трудиться с детства, он уже в ближайшие годы после взросления, он может заработать на все, в том числе на свою свадьбу. И это обязательное условие. То есть он должен сам все создать. А если, да он еще не готов, он еще учится, а зачем вы отдаете свою дочь за того, кто еще не готов? Что вы думаете? И что родители будут так со своим ребенком до 70 лет? Да. И вот потом закладывается вот это потребление и начинает потреблять уже там дальше, дальше, дальше. Так вот, это чаще всего деньги. И как раз с деньгами нужно полностью закрывать. Дочери еще раз говорю, нужно помогать до того момента, как она вышла замуж. Замуж вышло, все. Иначе, иначе тот мужчина, который рядом с ней, он тоже будет, во-первых, если он мужчина, ему будет неприятно, что его как бы не уважают, не ценят. Считают, что он не может сам обеспечить. Понимаете? То есть это унижение его. А если это Альфонс, ну, зачем такого держать рядом? То есть вот это вот очень важные моменты с деньгами. Но кроме этого всего прочего, дети очень много потребляют внимания родителей. Постоянные звонки, вопросы, внуков к ним направляют. Да, это радость родителям, точнее, ну, своих родителям. Но этой радости не должно быть много. Должно быть, нужно помнить о том, что вы должны помогать родителям быть вместе, развиваться вместе, любить друг друга, а не воспитывать ваших детей. Это важно, но это маленькая часть. Главное, чтобы они любили, ценили, уважали друг друга. От этого зависит их здоровье, от этого зависит их длительность жизни. А не то, что они с внуками. Часто говорят, вот внуки помогают жить дольше. А потому что несознанные отношения между родителями, и тогда уже внуками подпитывают их. А в этом случае родители привезли к ним детей, а потом забрали детей, а дети немного ведут себя по-другому. Наверное, обращали внимание, что неадекватность какая-то. А потому что старшие поколения начинают вампирить. Понимаете? То, что они сами не имеют вот этого совместного энергетического поля, и вот за счет внуков они его создают, компенсируют. А внуки теряют. Внуки, особенно сейчас, внуков вообще очень аккуратно надо допускать до своих родителей. Потому что, как я говорю, сейчас дети приходят, другое поколение, даже другая цивилизация. Даже и родители часто не догоняют своих детей, не говоря уже о бабушках-дедушках. Это вообще пропасть между ними бывает такая. Здесь надо выстраивать мостики, все помогать, но это должно быть под контролем, иначе будут у детей ваших теряться таланты. Ваши родители, вот путем вампиризма, такого неосознанного, конечно, они забирают энергию, и дети не реализуются. Здесь очень серьезный вопрос. Анатолий Александрович, резюмируя нашу сегодняшнюю встречу, мне бы хотелось, чтобы вы поделились секретами своими, потому что вы все-таки мастер, да? Человек, который знает все о здоровых семейных взаимоотношениях, о том, как вырастить здорового, адекватного ребенка. Вот три правила счастливой семейной жизни. На самом деле правил много. Вот в своей книге «Проектируем счастливую семью» я закладываю 18 таких вот правил. 18 правил, на которые… Это тот фундамент, на котором можно построить действительно реально счастливую семью. Это прям так и называется. «Проектируем счастливую семью». Но три… Вы знаете, даже не буду их по приоритету, просто первое, что скажу. Посмотрите на роль Отца по-другому. Войдите в глубину понимания роли Отца. Это важнейшее на сегодняшний день, важнейшие знания, которые до сегодня были закрыты. Их нужно знать. Поэтому вот моя видеокнига, видеокнига, она простая. Всего час посмотреть, насладиться, как видеоспектакль. Она позволит вам по-другому посмотреть на Отца. А это принципиально изменит ситуацию и в семье, и в ваших отношениях с мужем. И в твою жизнь, да? В свою жизнь. И к детям. Это первое. Второе. Второе. Надо слышать детей. Начинать учиться слышать детей еще до их прихода. Еще когда он в утробе. И в последующем нужно уметь слышать, слушать, слышать и уметь с ними общаться. Именно вот на такой глубине. Потому что дети сейчас уникальные. И их слышать нужно обязательно. Иначе мы будем строить свои им рамки, свои дороги, свою колею. И это будет ломать их жизнь. И третье, что скажу. Дайте девочкам максимальную свободу. Максимальную свободу. Относитесь к ней, к ним, как к принцессам. Вот все делайте для того, чтобы она чувствовала постоянную радость от жизни. Если она растет в радости, это будет классная женщина. И у него будет все, у него будет только радость в жизни. А мальчикам? А мальчикам научите их трудиться. С раннего детства. Пусть умеют трудиться, чтобы свадьбу мог организовать сам. Мальчикам труд, девочкам радость. Антон Александрович, я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу. Я в прошлом году на карантине прям себе поставила такую галочку, что я обязательно с вами встречусь живую. И теперь я приглашаю, Антон Александрович, к нам в Казахстан. Если получится в мае, если нет, то в июне. Решим. Решим, да? Благодарю за приглашение. Действительно, получилось так, что мы впервые с вами встретились в Москве, а не в Казахстане. Хотя я планировал это так. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением. Я давно хотел в Казахстане. Я очень люблю. Я каждый год там бывал. Это в связи с этими событиями. Просто сейчас какой-то перерыв. С удовольствием приеду, и мы пообщаемся, продолжим наше общение. Благодарю вас, друзья мои. Подпишитесь на Анатолия Александровича в Инстаграм, на его Ютуб-канал. И просто берите всю эту мудрость, используйте ее в своей жизни. И тогда мы избежим очень многих каких-то неприятных, скажем, событий в своей жизни. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!